Добрый день! Но Шипачев – игрок выдающийся. И для него такой показатель можно назвать скромным. Прошлые 11 сезонов форвард выступал за клубы с единственной целью – Кубок Гагарина. Минская «Динамо» таких амбиций пока не заявляла, но почему бы не попробовать? Тем более, имея в составе чемпиона мира, олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Гагарина. Это скользкий лед на кинопоиске. Рассказываем о прошлом сезоне Вадима Шипачева и вечных рекордах, которые он вот-вот побьет. Погнали! Вадим Шипачев начал этот сезон за здравие. Вернее, даже сказать для начала предсезонку. Он ее лучший бомбардит на секундочку. 11 очков, 1 шайба и 10 голевых передач. В матче открытия против ЦСКА Вадим зарабатывает 1 плюс 1 и становится первым хоккеистом в истории КХЛ, у кого набралось 600 передач за карьеру. Здесь на ваших экранах шайба Александра Радулова, которую мы уже рассматривали в отдельном ролике про него. И ассистирует Радулову именно Вадим Шипачев. Это гол в большинстве. Ну а вот и сам гол Шипачева тоже в большинстве подоспел и в нем, что символично, успел поучаствовать и Радулова в передаче на синюю линию. Бросок оттуда, блок и Шипачев ровно в той точке, куда и придет шайба. Прямо как в старой хоккейной присказке и поговорке «Великие там, где она окажется, а не там, где она есть». Ну и вот это еще раз лучшее подтверждение. Шипачев в нужной точке подкараулил отскок, ну и дальше в пустой ближний угол. Такому мастеру попасть не проблема. Перемещаемся на 5 дней вперед. Домашний матч против Сочи 6 сентября и здесь Шипачев снова блистает в большинстве. Причем вот тут попробуйте угадать, бросал он или отдавал передачу на пятак на Александра Радулова. Даже по его глазам и голове не особо понятно, какое же решение принимал форвард Акбарса. Но в любом случае, какое бы оно не было у него в голове, на льду оно получилось в лучшем виде. Это гол. Сентябрь для Шипачева, равно как и для всего Акбарса, был месяцем удачным. 8-го числа он забивает ворота Кунь-Луня и становится четвертым игроком в истории КХЛ, у которого в большинстве набралось больше 100 голов. Это историческая шейба как раз на ваших экранах. При участии Александр Радулова, между прочим, отдал на лицевую линию, а там Шипачев, который вылез и в ближний угол пробил Мэтта Джурусика. Идеальное исполнение, идеальная игра Акбарса в высшенстве на старте сезона. Мотаем еще примерно на неделю вперед. 16 сентября в матче против Торпеда Вадим Шипачев побил рекорд Мазякина по очкам в регулярных чемпионатах КХЛ. Сам Сергей прокомментировал это так. Очень рад за него, что он добрался до этого рекорда. Я всегда говорил, что буду только рад, если рекорды будут побиваться. Он вообще интересный игрок. Очень думающий. Я с ним играл в одном звене в сборной. Он больше отдающий и может отдать такой пас, чтобы кто-то завершил эту атаку. Здесь, конечно, выдающейся передачи не было, но тем не менее игра Шипачева была гениальна. Рекорд есть, а буквально через несколько дней подоспела еще и победная шайба. Более того, она в овертайме в домашнем матче против Витязя. Реакция Дмитрия Шикина себя долго ждать не заставила. Действительно, когда забивают такие мастера, других эмоций крови гнева, не остается Шипачев и его победная шайба в ворота Витязя после разящей контратаки. Тут только замкнуть пустую раму. А вот тут у нас кое-что интересное. Это 26 сентября и шайба в ворота будущего клуба Вадима Шипачева. Ворота Минского Динамо. Ну и посмотрите на исполнение. Во-первых, великолепная передача Когарлицкого. Давайте ее отметим тоже. Ну и обработка Шипачева. Шипачева эталонно, изящно, элегантно, коньком и дальше спокойно разобрался с воротарем. Вот он, большой мастер. Это Вадим Шипачев. Вообще, вот эти паузы, конечно, козырь и фирменное движение Шипачева. Давайте оценим его еще раз. Это уже октябрьский матч против Авангарда. Это, кстати, тоже большинство. И посмотрите на вот это исполнение. Получил поперечную передачу, дождался, когда Шулак перекроет весь низ и фактически самустранит себя из обороны собственных ворот. И поднял шайбу в ближнюю девятку. А там уже неважно, Демченко, Бродо, Руа, Гашик, кто угодно. Шипачев попал без шансов. Гостевой матч против Адмирала наверняка запомнился не только Акбарсу и Шипачеву, но и вообще всем любителям хоккея, кто следил за КХЛ в этом сезоне. Этот момент посмотрим чуть попозже, а пока давайте насладимся отличным броском Шипачева, после которого, как видите, он даже нашел время, чтобы покрасоваться на камеру. В целом классная атака и разящий бросок Шипачеву в одно касание в дальнюю девятку точно под перекладину. Но даже более запоминающимся был не этот момент голом, хотя казалось бы, а вот этот шанс, когда Акбарс вел уже 2-0. Сначала Шипачев не забивает броском с острого угла, но решает попробовать еще разок и на сей раз забивает. Хотя, подождите-ка, что-то здесь не так, ведь ближний угол вроде бы наглухо перекрыт вратарем Адмирала. Оказывается, что Вадим Шипачев порвал сетку. Да-да-да, он попал именно в нее и сквозь сетку шайба просочилась в ворота. Так что это не гол, но для того, чтобы это определить, потребовался видеопросмотр. Вот такой вот уникальный эпизод. И если дублю в ворота Адмирала не суждено было состояться, то вот две шайбы в ворота Сибири влетели уже без всяких эксцессов. Давайте смотреть их по порядку. Вот она первая, это шайба Акбарса в большинстве. Большинство это самое у казанцев, напомним, осенью работало довольно-таки исправно. Шипачев на свободном льду получает передачу и, естественно, на своей паузе. На сей раз уже никого укладывать не пришлось, как Шулака в эпизоде против Авангарда. Но лишний раз прицелиться — это самое оно. Шипачев целится, и какие бы пируэты здесь не выписывал Красоткин, потащить такое невозможно. А вот и вторая шайба, она упрочила преимущество казанцев. И вот кто говорит про оборонительные навыки Шипачева? Посмотрите, ведь это именно он не выпускает атаку Сибири из зоны. Ну а дальше что делает Александр Радулов? Это просто роскошь и фантастика. Еще раз давайте этой атакой насладимся. Шипачев здорово действует в трейсинге. И как вырезает Радулов на дальнюю штангу? Это настоящее хоккейное искусство. И это настоящая хоккейная вкусность от капитана казанцев. И завершение от Шипачева. Без шансов для Красоткина. Вот они, два героя эпизода. 16 ноября в домашнем матче против Динамо Вадим Шипачев добрался до еще одного исторического достижения. В их таде на один он его спокойно реализует и становится вторым игроком в истории континентальной хоккейной лиги, кто набрал 900 очков и более. Вот она, эта историческая шайба. В том матче у Шипачева была только одна заброшенная шайба без результативных передач, но ее хватило. Причем посмотрите, как он исполнил. Почти что кучеровским финтом. И даже немного символично, что тот матч Шипачев проводил с капитанской нашивкой на груди. 900 очков покорились. Следующая отметка, понятно, разумеется, юбилейная тысяча. И путь к ней Шипачев продолжил довольно уверенным. Смотрим на гол против автомобилиста. Это разящая контратака, в которую уносится Вадим Шипачев и вместе с ним Дмитрий Когарлицкий. Эталонно разыграли два в одного, вывели шайбу из зоны. Одна поперечная передача в средний. Возврат и Шипачев на опережение, опережает уж, простите, за тавтологию Аликина в этой ситуации. Длинная клюшка, одно касание и Аликин не удел. Есть гол. Переносимся в начало этого календарного года. Тогда дела у Акбарса шли уже не так радужно. Да и у самого Вадима Шипачева наступила голевая засуха. И если помните, мы уже показывали вам осенний матч, когда у Шипачева фактически сетка ворот украла дубль. Давайте посмотрим, вот вторая встреча против Адмирала, случился ли дубль здесь. Во-первых, идеальная шайба в большинстве. Радулов простреливает, Шипачев не замыкает сразу. Но обратите внимание на это быстрое движение перед воротами. Аликин подработал и с неудобной стороны рука вонзил шайбу под перекладину. Ну и дубль состоялся, впрочем, вряд ли вы в этом сомневались. И этот дубль с победным голом в овердайме натянул, бросил и попал Иванову точно под ловушку в притирку со штангой. Так что здесь никакие сетки Шипачева уже не мешали и никакие видеопросмотры не понадобились. Это чистый дубль и, что самое главное, это победный дубль для его команды. В начале года действия Шипачева для Акбарса вообще были ключевыми. Смотрим за его передачей в игре против Нефтехимика. И мало того, что это голевая передача на Кагарницко, это раз. Во-вторых, она, ну, сама по себе красивая, согласитесь, это два. Так и в-третьих, она победная, потому что тот матч Акбарс выиграл ровно 1-0 с передачей своего 87-го номера. Январские подвиги Шипачева на этом не закончились. 21-е число и победный буллит против московского «Спартака». Интересно, что та серия дошла вообще до 13 бросков, а прямо перед Шипачевым свою попытку не реализовал Илья Ковальчук. А вот Шипачев был точен победный гол. 920 очков в регулярных чемпионатах, 987 матчей, рекорды Мазякина по очкам и рекорд Бирюкова по играм обязательно падут в следующем сезоне. Но это все регулярки. А последний аккорд Шипачева был в плей-офф в неудачной серии против «Автомобилиста». Это первый матч и единственная шайба Вадима Шипачева в этом розыгрыше кубка Гагарина. Подкараулил отскок и с острого угла бросил точно. Сначала расчертил своей фирменной передачей, ну а дальше оказался именно там, где нужно и где будет шайба. Равно, как и все великие. Впрочем, об этом мы уже сегодня говорили не раз. Вот такой вот он, Вадим Шипачев, играющая легенда КХЛ. Гей и передач, видящий всю площадку даже затылком. Нет сомнений, что в следующем сезоне форвард перепишет главные рекорды лиги сразу по двум направлениям, а еще и выйдет на второе место по голам сразу за Сергеем Мосякиным. Но времена и хоккей меняются, по крайней мере в Казани. Теперь там считают, что отсутствие скорости и его относительно слабая игра в обороне перевешивают невероятный хоккейный IQ и культуру пасса. И для Вадима это точно станет дополнительной мотивацией доказать, что он по-прежнему в полном порядке. А в Минске теперь стоит ждать аншлаги на каждом домашнем матче, ведь посмотреть на игру такого мастера оно дорогого стоит. Это скользкий лед на кинопоиске. Берегите себя, любите хоккей.